Добрый день! В эфире Ян Арт и тысяча одна секунда об экономике. Рост цен на продукты питания остается в числе главных тем экономической повестки дня. За первую половину года россияне уже успели привыкнуть то к новостям об очередном подорожании очередного товара, то о заключении очередного соглашения о заморозке цен с очередными производителями, обобщая услышанное, можно было констатировать две вещи. Во-первых, цены растут. Во-вторых, правительство над этим работает. Чем больше растут, тем больше работает. Чем больше работает, тем больше растут. Как сообщает Росстат, с начала года овощи и фрукты в России подорожали на 16%. В частности, картофель подорожал на 90 с лишним процентов, так что его задумали даже разделить на крупнокалиберный и мелкую шрапнель. Капуста выросла более чем на 81%, лук более чем на 38%, а морковь почти в 2,5 раза. Во второй половине года в июле рост цен энергично продолжился. Впрочем, этим летом разделение по видам поглощаемой пищи стало не столь актуально. Как заявил в интервью в Вечерней Москве председатель Союза потребителей Петр Щелищ, будут расти цены на незаменимые продукты. А чтобы не тратить свое и читателей время на ненужное перечисление, господин Щелищ заявил, что осенью может подорожать абсолютно все. Не только овощи и фрукты, но и макароны, крупы, сахар, растительное масло, алкоголь, хлеб. Кроме продуктов, Росстат отметил подорожание бензина и рост цен на значительное число видов непродовольственных товаров и услуг. А аналитики Промсельсбанка добавили, чтобы россияне были готовы к росту цен на лекарства. Как объясняют авторы исследования, стоимость препаратов увеличивается из-за снижающегося курса рубля и роста цен на импортное сырье, от которого до сих пор зависит фармацевтический рынок, несмотря на активную политику импортозамещения. Конец цитаты. Возникают два вопроса. Вопрос первый. Если с начала года курс рубля пусть немного, но укрепился, то как же он, окаянный, умудряется снижаться и плохо влиять на поведение лекарств? И вопрос второй. Об активной политике импортозамещения, на которую несмотря. Как сообщили в эти же дни ведомости, только за первые пять месяцев 2021 года производство лекарств в стране сократилось на 10 процентов? Это падение на 10 процентов и есть та самая активная политика импортозамещения? И чем завещаем? Разговорами и совещаниями? Впрочем, не будем излишне очернять действительность, тем более, что некоторые особо чувствительные к правде жизни зрители нашей программы отмечают, что мы даем только негативные новости, а позитив тщательно замалчиваем. А так как программа «Тысяча и одна секунда» об экономике явно перекрывает аудиторию Первого канала России и НТВ вместе взятые, то, несмотря на все усилия Центрального ТВ, он позитив до россиян не доходит. Или доходит, но не доходит. Поэтому будем исправляться. Есть ли позитив в ситуации с ценами? Есть, отмечают информационные источники. Как сообщило Министерство сельского хозяйства России, так называемый борщевой набор подешевеет в конце июля и в августе. И столь авторитетной оценке нельзя не верить тем паче, что в совещании об ингредиентах борща участвовали чиновники Минсельхоза, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой и других органов власти. Как сообщила официальная российская газета, в борщ будет что положить. По мясу и птице тоже есть позитив. Формулировка, правда, довольно скромная. Цены могут начать снижаться. Могут начать, а могут и не начать. Но заголовок все же радует глаз. Кроме того, добавляют эксперты, в России подешевело подсолнечное масло. Не в смысле, что оно стало дешевле, чем до того, как подорожало, а в смысле, что цена сделала два шага вперед, а потом шаг назад. И с одной стороны, это все равно один шаг вперед. Но если считать от того момента, когда цена уже сделала два шага вперед, это же все равно шаг назад. Не правда ли? Болтаю, когда хочу. И когда это нужно для дела. Но когда мне говорить молчать, вместо того, чтобы сказать то, что я должна была сказать, а я не говорю, я молчу, тогда я не говорю вообще. И последний штрих масляно-мясистого оптимизма. Как сообщила министерство сельского хозяйства, но уже не России, а США. Российские аграрии соберут рекордный урожай подсолнечника. Правда, тут потенциальный дьявол, как принято, кроется в деталях. Ожидается, что рекордный урожай радостно пойдет на экспорт. Может быть, поэтому прогнозом по российскому подсолнечному маслу и занимается министерство сельского хозяйства США. У американцев есть все основания ожидать дешевое подсолнечное масло в закромах своей империалистической родины. Ну а точку в потоке борщевого оптимизма ставят совсем свежие сообщения. Эксперты считают, что засуха в России может угрожать кукурузе, подсолнечку и зерну. Но тут уж ничего не поделать. Министерства предполагают, а Господь располагает. И если радостные прогнозы чиновников о том, что потерпите скоро подешевеет, сорвутся, то виноваты в этом не управленцы, а высшие силы. Если слово проиграет голодьба, тут не система, тут не система, тут не система, виновата, а судьба. Но и в этом случае чиновники уже сейчас сообщают, чем в ситуации неизбычий прогнозов утешат россиян. Даже если, как выразился Петр Шелещ, подражает абсолютно все, нам будет чем заесть печаль. Как отрапортовала Минвосток развития, нехватку красной икры на Дальнем Востоке устранят к осени. Как заявил глава министерства Алексей Чекунков, проблема с нехваткой красной икры и высокими ценами на нее на Дальнем Востоке решится к осени. Уже и программы соответствующие разработаны и приняты. Далее цитирую министра по публикации в газете Коммерсант. Вопрос со спросом и предложением. Значит, плохая Путина, попросите Путина, была в прошлом году. Прошлогоднюю продукцию распродали, а Путина этого года еще не насытила рынки. В этом году рыбаки довольны. Говорят, что икрой всех накормят. Во всем мире растет спрос на базовые товары. Искусственно регулировать эти вопросы сложно. Это значит вмешиваться в рынок. Конец цитаты. В порядке Алаверды россияне могут уточнить два момента. Первый. Не знаем, как для вас, господин министр, а для нас вопрос цены на икру, ну никак, увы, не относится к теме цен на базовые товары. Возможно, у нас базы разные. И второй момент. Опять ты мне эту икру поставила. Не могу я ее каждый день проклятую есть. Хоть бы хлеба достал им. Отличимся от цен и посмотрим на те места, где у россиян с ними и происходит традиционное рандеву на магазины. По абсолютно случайному совпадению, именно в последние месяцы, когда цены стало лихорадить, в России отмечена небывалая активность по поглощению более малых торговых сетей самыми крупными игроками продуктового рынка. Но никаких опасностей для потребителей чиновники здесь не увидели. Как заявил еще в мае министр промышленности и торговли России Денис Монтуров, в России вообще нет доминирования крупных торговых сетей и диктата цен. И вообще, отметил чиновник, в России предпринимаются меры для поддержки разнообразных форматов малой торговли. Во всяком случае, министерство проводит еженедельные совещания по этому вопросу. Ага, добавят в этом месте догадливые россияне. Наверное, именно для развития малых форматов торговли в Москве в ночь бульдозеров снесли сотни киосков и ларьков, а почти от каждого магазина в России отвадили бабушек с укропом и петрушкой. Впрочем, и эксперты отметили, что несмотря на концентрацию торговли продуктами во все более малом количестве все более мускулистых рук, конкуренция не пострадает. Так что ничего удивительного, что на днях федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство торговой сети Магнит, поглощенной ВТБ, поглотить сеть Дикси. Правда, с предписанием не занимать более 25% от региональных рынков продажи продуктов. Напомним, что не так давно почила в Бозе торговая сеть Алая Паруса. Начались политико-имиджевые проблемы у сети Вкус Вилл. Сеть Магнит поглотила сеть Дикси, а сеть Лента скушала сеть супермаркетов Билла. Но с ростом цен на продукты все совпадения случайны. Вот и все. И нету Билла. Жадность Билла погубила. Впрочем, у роста цен нет совпадения и с инфляцией. По данным Росстата и аналитиков, опрошенных официальным агентством РИО, темпы годовой инфляции в июле колеблются в районе 6%. Генеральный директор национального рейтингового агентства Алина Розенцвет заявила, что инфляция может разогнаться до 6-6,5%. Из чего россияне поняли, что инфляция это вам не сборная России по футболу, она умеет разгоняться и по ходу игры. В свою очередь, коммерсант со ссылкой на Росстат сообщает, что инфляция уже достигла 6,5%. Впрочем, многим россиянам все эти расхождения в оценках от 5,5% до 6,5% могут показаться смешными по одной банальной причине. Они озираются на картошку с морковкой и не очень позитивно вопрошают, какие нахер 5,5 и 6,5%, если самые элементарные продукты и даже базовая, блядь, икра выросли минимум в полтора раза. Но на этот политически незрелый вопрос есть экономически зрелый ответ. Доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская объяснила, почему россиянам мерещится одно, а на самом деле совсем другое. Цитируем. Наблюдаемая инфляция и тот показатель, который рассчитывает Росстат, несколько отличаются. Мы, как потребители, можем изменить свои предпочтения, приобретать отличающийся месяц от месяца набор товаров. Мы можем отдать предпочтение другой марке товара, другому магазину, изменить способ покупки товара. Все это, безусловно, повлияет на цену и отразится на нашем кошельке и нашем представлении об инфляции. Росстат же инфляцию оценивает иначе, через изменение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базистом периоде. Причем оценка проводится по наблюдаемым товарам в неизменных наблюдаемых местах продажи товаров или оказания услуг. Это разные несопоставимые методологии. Конец цитаты. Переводим на русский. Это мы с вами виноваты. Мы капризно изменчивые и все время выбираем разные марки товаров. От себя добавим. Особенно часто это происходит, когда крупные торговые сети, разумеется, вовсе не нарушающие принципы конкуренции, вдруг перестают торговать более дешевой маркой товара и выкладывают на прилавках более дорогою. Тут мы, которые в отличие от Росстата не знаем заповедные и наблюдаемые места продаж товаров, вдруг с того ни с сего изменяем любимой марке. Вывод. Сами виноваты. Изменять не надо. Радуйтесь, буржуины! Радуйтесь! Это я! Платишь! Великую измену сделал! Вообще, эта изменчивость россиян выглядит несколько странной, особенно если принять во внимание данные недавнего исследования университета Синергия, из которого выясняется, что более 60% россиян тратят только на еду более половины своих доходов, а у 16% на продукты уходит весь заработок. При этом более 96% россиян обратили внимание на рост цен на продукты. Очевидно, они не услышали объяснений Ольги Лебединской и изменяли любимой марке. В свою очередь, РБК, ссылаясь на данные Росстата, сообщает, что сегодня три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой денег даже для необходимых расходов. Согласно результатам опроса, суммой, необходимой для удовлетворения потребностей, россияне считают как минимум 61 тысячу рублей в месяц. Два года назад таковой россияне считали сумму в 58 с половиной тысяч рублей в месяц. Ваши условия. 330. Согласен. Каждому. Между тем, средняя зарплата в России сегодня составляет около 42 тысяч рублей, в полтора раза меньше необходимой суммы. Однако в этом вопросе есть позитив. Министерство экономического развития спрогнозировало в этом году рост зарплат более чем на 9%, а в последующие годы примерно по 6,5%. В эти же дни президент Мираторга Виктор Линник назвал конкретный способ добиться роста зарплат в России. Он предложил сократить квоты на привлечение иностранных рабочих. Как сообщает РБК, если страна ввозит трудовых мигрантов, стоимость рабочей силы снижается. В этом случае россияне попадают в ситуацию, когда должны конкурировать с иностранными рабочими. Однако, если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут. Отметил Линник. Взгляды господина Линника раскритиковал президент Федерации мигрантов. Оказывается, в России есть и такая. По словам Коженова, Линник не понимает ситуации вообще. По квотам в Россию приезжает только 1% трудовых мигрантов, а 99% едут из стран СНГ вообще без квот. Кроме того, мигранты, по словам президента их федерации, вовсе не поджимают зарплаты готовностью работать за малые деньги. Более того, они зарабатывают больше местных. Так президент Федерации мигрантов назвал россиян. А так как федерации местных в России нет, то ответа не последовало. От себя добавим. Да и россиянам нечего пенять на маленькие зарплаты, а чиновникам на низкую производительность труда, которая, мол, мешает их росту. И зарплаты бывают не маленькие, и низкая производительность ни черта не мешает. На днях Федерация футбола России разместила на портале суперджоп вакансию на должность главного тренера России по футболу. В вакансии указана высококонкурентная заработная плата выше, чем в аналогичных европейских компаниях. Ну а если учесть последний результат сборной России, то ясно, что даже нулевая производительность труда хорошей зарплате не помеха. Особенно, когда речь идет о работе в дружном коллективе амбициозных профессионалов. Россия вас не забудет. И по-прежнему темой, влияющей на экономику, остается пандемия коронавируса и перипетии вакцинации. Сводки с вирусных фронтов противоречивые. С одной стороны, снимаются некоторые ограничения. Например, с 24 июля Россия возобновляет авиасообщения с Францией и Чехией. И, как пишет РИО, президент России подписал указ, отменяющий запрет на осуществление перелетов из России в города Египта. Так что жизнь налаживается. В Москве отменили QR-коды для посещения ресторанов. И в этом месте можно воскликнуть. Понятно, мера оказалась чрезмерной, и поэтому ее отменили. Однако власти делают хорошую мину при плохой игре и сообщают, что отменяют QR-коды, поскольку мера сработала. По логике, из этого можно сделать вывод. Маски до сих пор не отменяют, значит, эта мера не сработала. С другой стороны, партия Яблока вдруг призвала президента объявить в стране двухнедельный локдаун. Логика здесь не очень совпадает, почему надо помочь египетскому бизнесу и опять прикрыть свой. С другой стороны, рассуждать о нюансах борьбы с коронавирусом сегодня опасно, поскольку страна истово разделилась на уколотых и недоколотых и радостно дерет друг другу чубы по этому водоразделу. Тем более, что нюансы возникают все новые и новые. Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованы после вакцинации. Конец цитаты. Замминистр заодно уточнил для несведущих в вопросах Саити россиян, что секс это очень энергозатратное занятие. И это заявление настолько взбудоражило всю утомленную сексом страну, что последовала целая серия новых заявлений. Шеф Грайфера Олег Костин, поясняя наделавшее шуму заявление своего заместителя, предложил россиянам в сексе иметь разум и не переусердствовать. Впрочем, кого иметь в сексе, россияне решат, скорее всего, без него. Саратовский Минздрав поспешил уточнить, что секс и вакцина несовместимы только первые три дня. Официальное агентство Рео выпустило специальное сообщение, в котором со ссылкой на иммунолога Владислава Жемчугова заявило, ничего плохого в сексе в период вакцинации от коронавируса нет, повышенный эмоциональный фон способствует улучшению иммунитета. Ученый муж сказал, что в сексе россиян ничего плохого не видит. В этом месте стыдливые россияне могли бы уточнить, что он и не должен ничего видеть в их сексе, поскольку его не приглашали, равно как и министров, замминистров и всех прочих чиновников вместе взятых. Однако лучше не уточнять. И вообще можно посоветовать ковид-диссидентам вообще не раздувать шумиху вокруг якобы плохого или наоборот хорошего влияния секса на вакцинацию. А то не равен час. Какой-нибудь ретивый граноначальник распорядится либо перестать пускать в кафе общественный транспорт и курорт и Краснодарского края половозрелых граждан, либо наоборот разрешит вход только со справкой о Саитии, состоявшемся не менее трех дней назад. А зачем нам секс на троих с властью? Она не одна придет, она с кузнецом придет. С каким кузнецом? С дядей моим Степан Степановичем. Он мне за место отца, кузнец наш. А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, ложь что ли? На этом сегодня все. Ждем ваши комментарии и темы. Ссылки на другие выпуски проекта «Тысяча одна секунда об экономике» в описании под этим видео. Подписывайтесь на каналы «Финверсия» на платформах YouTube, Telegram и Яндекс.Зен. И всегда рад видеть вас в числе подписчиков моих страниц в Facebook или ВКонтакте. До новых встреч!